Когда собрались вокруг Христа множество людей, Он начал говорить им притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, а птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между терниями, и выросла терния, и заглушила его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия? И Иисус сказал, вам дано знать тайны Царства Небесные, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть, Слово Божие, а упавшие при пути – это слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердец их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами и богатством и наслаждениями житийскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Иисус возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот такое сегодня Евангелие предложил нам Господь. Сегодняшнее Евангельское благовестие открывает нам глубокую истину. «Сеятель» – это Сам Христос, Господь. Семя, которое Он сеет – это Его Божественное Слово. Земля, в которую падает это семя, Слово Божественного Евангелия – это сердца людей. Но вот от состояния сердца зависит вера человека. Если это сердце загрязнено, замутнено всевозможными житейскими поисками счастья, наслаждения, удовольствия, то это сердце уподобляется некой заезженной дороге, по которой все колесницы проходят, и семени просто нет места для того, чтобы оно принесло свой добрый плод. Также есть люди, которые сначала принимают с радость, а потом уходят, но столько забот. Когда там его исполнять? Когда читать Евангелие? А тем более, когда его применять к своей жизни? Некогда. Сейчас такая сложная жизнь. Когда читать Евангелие? А ведь именно от этого отсутствие жизненного Слова Бога и усугубляется наша земная жизнь. И лишь те, которые принимают на свою почву доброго сердца, которое уже вспахано покаянием, слезами, осознание своей виновности перед Богом в своих грехах, вот в эту почву такого доброго сердца, попавшее Слово Евангелие, приносит огромный плод, одно в тридцать, иное в шестьдесят, а в некоторых сердцах даже и во сто крат больше посеянного. Я приведу всего несколько примеров. В городе Тарси, в одном из храмов, служили, как и мы с вами, божественную литургию. Также в этом городе жил один человек, который работал лицедеем. Его искусству радовались, ему аплодировали. У него было много поклонников, много было поклонниц. Его любили женщины. Он сожительствовал с двумя блудницами одновременно. Они жили у него в одном доме. И он вот так жил. И вот в один из воскресных дней что-то захотелось ему зайти в храм. Он зашел в храм, и вот так вот пришел не к началу, а к слышанию Евангелия, когда священник читал слова из Святого Писания. «Покайтесь, ибо и к вам приблизилось Царствие Божие». Вот эти слова так запали в его душу, в его окаменелое сердце, что Слово Бога произвело в нем чудо. Он постоял, потом подумал о своей жизни. А как же я живу, если есть действительно Бог и есть ответ за прожитую жизнь? А я до сих пор не раскаялся, ибо ко мне ведь, это не просто к кому-то, а ко мне сказано, приблизилось Божие Царство. А если я завтра предстану пред Ним, где окажусь? И вот с этими мыслями он вышел. Слезы стекали с его глаз. Он пришел домой, его встретили, две сожительницы, как ни в чем не бывало, и он начал каяться и перед ними, что он не только свою душу загубил, загубил и их души, и многих других, с кем он жил и блудодействовал. Он попросил у них прощения, дал часть имения своего и сказал, что больше к тем грехам, к которым я жил, я никогда не вернусь. А сам оставил мир и удалился в монастырь. А эти сожительницы говорят, а на кого же ты нас оставляешь? Как же мы будем жить? Мы другого-то пропитания не имеем. Ты был кормилец наш и утеха наш. Не оставь нас в твоем добром пути. И он так же, как сам, решил посоветовать им исправить свою жизнь. И они обе-две отрекаются от мира и всецело посвящают оставшуюся жизнь исправлению своей блудной жизни. Мы видим, как Слово Бога возымело в сердце грешника великую силу к его исправлению. Это Божье Слово, такое имеет силу. Но ведь и Слово человеческое имеет огромное значение. И если это Слово сказано из уст святых, то они ведь не говорили так, как мы с вами празднословим, осуждаем, да даже вспомним, о чем мы говорим при встрече, о чем наша речь. О всем, только не о спасении, не о Боге, не о вечности, не о загробной участи грешников и раскаянных святых, которые также были грешниками, но сподобились, услышав Слово Божье, исправиться и успели это совершить в течение своей земной жизни. Вспомним преподобного Сергия Радонич, какими были Его слова, какими словами Он научал в Своих посомах и Своих учеников. А наипачих, имейте страх Божий и чистоту душевную, и телесную, и любовь нелицемерную. Вы слышите, какие были разговоры? Слово – это дар Бога. Слово – это семя. И то, что мы сеем вокруг нас, мы тоже, братья и сестры, и пожнем, если сеем вокруг себя зло, осуждение, гнев, раздражительность, это же будем и пожинать, ибо то, что посеваем, то и пожнем. Вот потому сеяли вокруг себя святые слова, святых освященные. Имейте чистоту душевную, и любовь нелицемерную, и страх Божий. До одних этих слов, смотрите, насколько веков хватило, чтобы, повторяя их одних, научаться словам святых к исправлению своей жизни. Вспомним Серафима Саровского, который говорил каждому «Радость моя, Христос воскресе!» Разве эти слова не могли воодушевить даже самого падшего, самого грешного, самого блудного? Батюшка только напоминал им о Боге. Он не вел разговоры о рынке, о военных событиях, о том, кто что в новостях прочитал, у нас во что превращается наше словоблудие, кто что слышал, кто читал, кто видел, кому что рассказали. Мы забываем о небе, мы забываем о вечности, а святые напоминали при первой же встрече «Радость моя, Христос воскресе!» А все, что происходило вокруг, святые также врачевали словом. Я вспомню еще одно слово Иннокентия Херсонского и Таврического. Он особенно много писал о промысле Божьем и свою паству всячески наставлял на то, что все, что вокруг нас происходит, братья и сестры, это промысел Бога, это промысел, очищающий нас от греховных страстей, и все, что не происходит вокруг, это к лучшему. Волос с головы вашей не упадет, без воли Отца вашего Небесного, напоминал святитель Иннокентий, а завершал свою проповедь опять мудрыми словами. И когда видите все происходящее вокруг, что бы ни потеряли, что бы ни утратили, что бы ни огорчило ваше сердце, говорите себе слова. Я хочу вот эти слова передать вам. Мы с вами здесь не для земного, мы здесь для Небесного. И эти слова буквально отрывают человека от любого горя, от любой утраты. Ведь если за гробом есть жизнь, и мы здесь только временные странники, то жизнь за гробом, то есть ту жизнь, которую мы чаем, и каждый раз во время литургии исповедуем, чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века дает нам упование. И это слово вселяет в нас желание и возможность преодолеть любые трудности нашего земного бытия. Вот потому давайте, братья и сестры, и мы с вами построже относиться к слову, которое мы с вами произносим. Ведь об этом предупредил нас сам Иисус Христос. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Ибо за всякое праздное слово, сказанное человеком, ответ на суде держать будет. Вот потому, еще раз напомню, что слово – это семя. Если сеем в семье своей добрые слова, добрые впечатления, добрые напутствия, добрые духовные советы, то этими духовными и добрыми словами прорастет в нашем доме, в нашей семье добро и любовь. А если раздражительность, гнев, печаль, уныние, расстройство, то эти же плевелы взойдут и в наших семьях, в нашем обществе, где мы живем. А потому в завершении хочу пожелать всем нам, чтобы каждый из нас постарался как можно больше говорить друг другу добрых слов, добрых впечатлений, чтобы успокаивалось сердце слушающих. Тогда и мы с вами исполним завет Божественного Откровения, где сказано – утешайте, утешайте, народ мой. И говорил еще Господь – о вы, говорящие о Господе, не умолкайте. Вот этого хочу пожелать всем вам, чтобы вы, придя домой, не умолкали, рассказывали, делились своими впечатлениями и ощущениями сердца, души, когда вы стояли за Божественной Литургией, когда пел хор, когда луч солнца пронизал церковное окно и упал, может быть, на вас, или на образ, или на свечу. И это тронуло сердце, успокоило его и вдохнуло в вас желание жить. Сколько вот таких маленьких мелочей, которые мы не замечаем и не делимся ими, и не несем радость, которую получаем в церкви, чтобы потом те, которые не были, сказали, а можно я завтра с вами пойду или в следующее воскресенье? И вот тогда наше слово принесет не только обильный плод, но и будет возможным нам с вами во спасение. С праздником всех вас, дорогие, и с воскресным днем! И пусть Господь наш, Иисус Христос, Который щедро сеет Слово Свое, посеет и в наших сердцах Слово истины, Слово любви и Слово добра, которым, укрепившись, и наше сердце будет способным это Слово нести своим родным и близким. Аминь.